Первые случаи появления стигмата у человека датируются 1224 годом, но и в 21 веке то и дело появляются сообщения о возникновении этого таинственного явления. Так что же такое стигматы? Чудо или обыкновенное шарлатанство? Сегодня нам об этом расскажет секретное досье. Здравствуйте, мои хорошие! Шел 1874 год. Это была Страстная Пятница, день накануне Великого Христианского праздника Пасхи. В одном из рабочих кварталов бельгийского городка Буаден с самого утра происходило что-то странное. Возбужденная толпа зевак окружила ничем не приметно серый дом, к которому то и дело подъезжали дорогие экипажи. Городские чиновники, представители духовенства, какие-то столичные ученые из Шишки торопливо покидали свои средства передвижения и растворялись за закрытыми дверями. Толпа волновалась. «Точно тебе говорю, это как не есть чудо», – басил дорослый детина, склонившись над старухой. «Да какое чудо, это Луиза замуж хочет, а гадки-то ушли давно. Вот она так женихов и завлекает», – возражала стоящая рядом тучная дама. «А я вам говорю, ведьма она, как не есть ведьма», – вторила ей женщина с большой волосатой бородавкой на носу. Тем временем в доме страсти кипели не менее шуточные. Небольшая, бедно обставленная комнатка была переполнена от все прибывающих и прибывающих гостей. То тут, то там слышались возбужденные перешептывания. В углу комнаты, на деревянной кровати, раскинув стороны загипсованные руки, лежала содрогаемая от конвульсии худая женская фигура. Неожиданно, как будто по мгновению дирижерской палочки, все разговоры прекратились, когда надстрадающий склонился седовласый мужчина. Он бережно приподнял правую руку девушке и умелыми движениями стал освобождать ее от повязки. На пол посыпались куски гипса, звук отпадения которых до предела накалил повисшее в воздухе напряжение. Не прошло и двух минут, как женские руки были очищены от гипсовых оков, и взгляду собравшихся предстали две розовых ладони, в центре каждой из которых виднелось ярко-красное, будто от свежего ожога округлое пятно. Девушка застонала, и по ее телу пробежала очередная судорожная волна. «Держите ее!» – воскликнул Седовласый. На глазах изумленной публики пятна на руках начали погроветь и покрываться алыми капельками. Еще секунда, и уже ручейки крови потекли по обнаженным рукам, капая вниз и смешиваясь с осколками гипса на полу. Присутствующие разом выдохнули, и отталкивая друг друга, в спешке стали покидать комнату. История Луизы Лото – одно из первых официально задокументированных случаев проявления стигмат. Считается, что за достаточно короткую жизнь Луиза прожила около 33 лет, стигматы покрывали тело девушки более 800 раз. Так что же такое стигматы? Стигматы представляют из себя кровоточащие раны, в отдельных случаях очень болезненные, которые, как правило, появляются на теле некоторых представителей католической веры в тех местах, где по преданию у спасителя находились раны от гвоздей, тернового венца или креста. По месту расположения стигматы бывают внешние и внутренние. А внешние могут появиться на лбу, руках, ногах, на боку, плечах, спине и т.д. А внутренние, как следует из названия, появляются на внутренних органах. Случается, что стигматы могут доставлять серьезный дискомфорт своему обладателю, боля и кровоточа на протяжении всей жизни. Явление стигматизма крайне редкое. За последние 800 лет зафиксировано около 400 более-менее достоверных случаев его проявления. Первое упоминание стигмат в летописных источниках относит к временам Папы Александра IV, который в 1224 году лично зафиксировал их наличие на теле святого Франциска Асистского. Самым известным стигматиком XX века считают итальянского капуцинского монаха Пия из Петрильчины, у которого кровоточащие раны появились на теле в 1918 году во время церковной службы, посвященной появлению стигмат у Франциска Азистского. В общем, католическая церковь рассматривает появление стигмат как чудо, которое подтверждает истинность католического христианского учения. Однако каждый отдельный случай, прежде чем быть признанным, стигматом тщательно изучается с привлечением врачебной комиссии. А Ватикан возводит носитель стигмат в ранг святых только лишь по прошествии ста лет с его смерти. Диаметрально противоположное мнение о стигматах имеет Православная Церковь. Ее священнослужители с крайним скепсисом смотрят на появление подобных ран, а некоторые даже относят это явление к дьявольским проискам. Официальная позиция Русской Православной Церкви – стигматы – это чувственное явление и никакого отношения к Богу и Божественной благодати не имеет. Повторение ран христовых не имеет смысла и смело может считаться богохульством, ибо, согласно Писанию, Христос взял на себя болезни и раны всех людей. Действительно, на сегодняшний день стигматизация наблюдается только в традиции католицизма. Православие, за 2000 лет своего существования, не знает ни одного примера их появления. Что же представляет из себя стигматы на самом деле? И как современная наука и особенно медицина расценивают этот феномен? Во-первых, часть случаев стигматизма можно отнести к банальной имитации, именуемой в медицине синдромом Мюнхгаузена. Это довольно редкое психическое расстройство, при котором человек искусственно вызывает у себя симптомы болезни, с целью привлечь внимание, получить моральную или физическую поддержку со стороны окружающих. Описаны случаи, когда страдающие синдромом Мюнхгаузена саморучно наносили себе увечья, употребляли лекарственные и химические вещества, вызывающие нарушения в работе различных органов и систем организма. Во-вторых, наиболее впечатлительные личности способны на почве религии впадать в бессознательное состояние, испытывая своеобразный экстаз, а последствием чего являются наносимые самому себе увечья. Что примечательно, вновь обретя душевное равновесие, данная категория лиц, как правило, не может вспомнить о том, что происходило и откуда на теле появились ранения. В-третьих, стигматы действительно могут появиться на теле человека без физического воздействия. В данном случае они представляют из себя не что иное, как результат самовнушения, вызванного религиозной истерией. Вернувшись к разговору о Луизе Лато, следует упомянуть, что изучавшие на протяжении пяти месяцев ее феномен специалисты Королевской медицинской академии Бельгии, пришли к однозначному выводу – в основе поразившего ее недуга нет никакого чудесного начала, а стигматы, появляющиеся на теле Луизы – это всего лишь физические проявления серьезных психических отклонений. Подробное научное обоснование стигматизма ученые смогли дать только в 20 веке, когда появилось более точное понимание взаимосвязи нервной системы и процессов протекающих в организме. Оказывается, гипоталамус – одна из древнейших частей головного мозга, отвечающая за правильную работу многих органов и систем нашего организма, тесно связан и находится в непосредственной близости с лимбической системой, которая контролирует ряд жизненно важных функций, в том числе эмоции и памяти. Например, в опасной ситуации чувство страха заставляет мобилизировать внутренние резервы организма, направить работу всех его систем на собственную защиту. Усиливается частота сердечных сокращений, учащается дыхание, повышается кровеносное давление, ускоряются обменные процессы и т.д. В науке даже известны случаи, когда спасая жизнь, мышцы ломали кости, чтобы конечности стали более подвижными. Поэтому, если в момент сильного эмоционального возбуждения человек внушит себе, что на теле появляются раны, а раны действительно появятся, мало того, они примут именно ту форму, которую человек мысленно и представлял. Одним из доказательств вышесказанного может служить факт месторасположения стигмат. В средние века стигматы рук появлялись на ладонях, так как именно так художники тех времен представляли и изображали распятого на кресте человека. Однако на самом деле, хрупкие кости кистей не могут выдержать вес тела, а по этой причине во время казни распятием гвозди забивались в запястья. В современном мире данный факт стал широко известен и, как закономерность, стигматы, повинуясь воле своих обладателей, перекочевали с ладоней на запястья. Говоря об анатомии стигмат, очень любопытен факт того, что, как правило, при более пристальном рассмотрении стигматы представляют из себя всего лишь имитацию травмы. К примеру, синяки на поверху оказываются вздувшимися под поверхностью кожи венами. Вызвать появление стигмат можно и искусственным путём, введя человека в гипнотическое состояние. Например, погружённому в гипноз можно внушить, что сейчас мы прикоснёмся к его телу горячим предметом и от противного положить ему на руку кусочек льда. Испытуемый почувствует сильное чувство жжения и боль, характерную для ожога, а через небольшой промежуток времени место прикосновения покраснеет и даже может превратиться в волдырь, наполненный тканевой жидкостью. Также в психиатрии широко известно явление, именуемое «автографией кожи», которое впервые зафиксировал гипнотизёр Бурю, живший в 19 веке. В ходе эксперимента он вёл пациента в глубокий транс, а затем, проведя по руке тупым карандашом, внушил, что утром в этом месте рука будет кровоточить. Что и произошло. На утро на руке испытуемого проступили капельки крови. Поразительный факт, но для того, чтобы манипулировать подсознанием наиболее впечатлительных личностей, гипнотический транс не требуется. Фанатичное выступление перед большим количеством людей способно незаметно манипулировать как сознанием целой толпы, так и отдельно взятых индивидуумов. Вернувшись к стигматикам, можно отметить несколько повторяющихся закономерностей. Согласно последним исследованиям, наиболее подвержены стигматизму лица с болезненной психикой, с заниженной самооценкой, склонностью к мазохизму, истерии, часто страдающие депрессиями или испытавшие серьезную психическую травму. Характерный случай появления стигмат случился с известным советским писателем Максимом Горьким, который, как известно, обладал болезненной суицидальной психикой и неоднократно пытался покончить жизнь самоубийством. Работая над повестью «Жизнь Матвея Кожемякина», Горький начал описывать сцену, в которой Пасулов в припадке ревности убивает ножом свою жену Марху. В этот момент супруга Горького, Мария Федоровна, услышала крик, а потом звук падающего тела, раздавшийся из кабинета писателя. Из воспоминаний жены Максима Горького, Марии Федоровны Андреевой. На полу, около письменного стола, во весь рост лежит на спине, раскинув руки в стороны. Кинулась к нему, не дышит, приложила ухо к груди, не бьется сердце. Расстегнула рубашку, чтобы компресс на сердце положить, и вижу, с правой стороны от соска вниз тянется у него по груди розовая узенькая полоска. И полоска становится всё ярче и ярче, и багровее. «Больно как!» – шепчет. «Да ты посмотри, что у тебя на груди-то! Фу, чёрт! Ты понимаешь, сунул, вытащил, и на скатерть легла линейка и брызнувшая из раны кровь. Как это больно, когда хлебным ножом крепко в печень! Ужасно было! С ужасом, думаю, заболел и бредит. Несколько дней продержалось у него это пятно. Потом побледнело и совсем исчезло». Как видите, автор до такой степени вжился и сопереживал персонажам, которых придумал в своей голове, что боль и рана, описываемые женщины, отразилась на теле писателя в виде образования истерической стигматы. Подводя итог сегодняшней беседы и обобщив приведенные примеры, можно сказать, что в момент появления стигмат человек находится либо в изменённом состоянии сознания, вызванном самостоятельно в трансе, либо с помощью внешнего раздражителя , о котором может выступать гипнотизёр или пламенный оратор. Поэтому современная медицина не склонна считать стигматы проявлением чуда. И как писал известный исследователь стигмат священник и иезуит Герберт Терстон, после Франциска Азистского нет ни одного бесспорно правдоподобного случая их появления. Не болейте! Ставьте лайки! Подписывайтесь на канал! Здоровья Вам!